То есть на Дальнем Востоке и Сибири надо проводить политику малых шагов, в значительной степени используя опыт КНР 80-х-90-х годов по осуществлению открытой внешнеэкономической политики. Эта политика на территории Сибири и Дальнего Востока может просто осуществляться в несколько этапов. Первое. Создание таможенных зон на российской ТЭСКОРОВЛИ на погранд-переходах, которые вроде начали создаваться, а теперь они полностью увяли. Второе. Создание свободных экономических зон в российских городах по границе с КНР, где имеется необходимая инфраструктура для бизнеса, в том же Болговещенский. Третье. Принятие закона о совместных предприятиях на территории трех-четырех областей Дальнего Востока России, граничащих с КНР, Приморский и Хабаровский край, Амурский и КНР, представляющие странным предпринимателям такие же льготки на сопредельной территории в КНР. Вот вам ответ на вопрос, почему китайский капитал не идет в Россию. Потому что льгот таких нет. Они привыкли к другому режиму, или инвестиционному режиму. И четвертое. Принятие закона о зонах технико-экономического развития на базе этих городков, которые имеются в Лид-Востоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске. Что там будет еще на острове Русском, еще неизвестно. Надо использовать уже имеющуюся базу. Поэтому, собственно говоря, гладдозаздательно-целесообразно считать мероприятия по созданию двух типов зон. Первая – зона пограничного торгово-экономического сотрудничества, и вторая – зона развития новых высоких технологий. Пятое – это использование иностранной рабочей силы для освоения российского Дальнего Востока. Значит, у нас на Дальнем Востоке 6,5 миллионов человек, по данным статсборника России в цифрах 6 – это 2008 год. Нехватка на рабочие силы на Дальнем Востоке довольно велика. По ряду работ демографов, там, собственно, индекс напряженности составляет где-то до 1, до 1. Это часто Чукотка, даже Приморья. То есть ситуация тяжелая. Только экономические и энергетические кризисы еще более обостряют дефицит рабочей силы, усиливают ее отток с Дальнего Востока. Но на сегодняшний день предусматривается, что доля иностранных работников будет увеличиваться. Однако, пока рост импорта рабочей силы из КТЭ в России ожидать не приходится из-за застоя в российской экономике. Но это одна причина. Есть и другая. В разделе 4 программы сотрудничества там как раз предусмотрено развитие сотрудничества трудовой деятельности граждан России в Китае и Китае в России через проекты в сельском хозяйстве, животноводстве и строительстве на условиях генерального подряда и субподряда. Но надо учесть, и оно мне представляется, что данный раздел программы проработан недостаточно без учета реальной ситуации на рынках рабочей силы России и Российской Федерации Китайской Народной Республики. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что с 70-го годов в Китае проводилась политика ограничения рождаемости одна семья, один ребенок. Это означает, что к 2020 году, уже сейчас в Китае, искаженная возрастная структура с преобладанием пожилых возрастов. И уже сегодня в приморских районах возникла проблема с занятостью. То есть в Китае существует так называемая структурная безработица. То есть существуют крестьяне, которые выбрасываются из деревни, но они не обладают необходимой квалификацией, мы их можем использовать, которые на территорию России попадают либо в качестве тех же торговцев, либо в сферу сельского хозяйства. Для работы на заводах эти люди не годятся. Если к этому добавить, что средний уровень заработной платы в Китае в 2005 году примерно уже сравнялся со средним уровнем заработной платы в Российской Федерации, такое обследование проводили наш институт с Читинским государственным университетом и выяснилось, что в среднем жители Хоунберирского Аймака, которые граничат за Байкальским краем, что их доходы в среднем сопоставимы в пересчете на рубли и на доллары повыше будет, чем у жителей Читинской области, то тут действительно возникает вопрос, а кто поедет? И не случайно миграция из Китая в Россию уменьшилась за последнее время. А вот эти все разговоры о том, что 2 миллиона или 3 миллиона китайцев находятся на территории России, они ничем не подкреплены и являются, я знаю, только страшилками средств массовой информации. И теперь, в конце концов, выводы. Для развития Дальнего Востока и Восточной Сибири необходимо выделить значительные средства на развитие инфраструктурных проектов, транспорт, энергетика и разработку месторождения полезных ископаемых. Как из госбюджета, так и за счет средств государственных инвестиций, инвесторов путем создания с ними СПН. Вот, например, пример, я не знаю, насколько его можно использовать, но строительство ответвления от сковородина до доцина, который, по сути дела, строится на китайских инвестициях. Для реализации этих проектов необходимо создать либо министерство по развитию Дальнего Востока и Севера, как в Канаде существует, так называемое министерство по делам северных территорий, либо создать специализированную финансовую структуру наподобие так называемых политических банков, как Китай, нам хорошо известный банк развития, во главе которого стоит Сэн Чэнь Юни Чэнь Юлань, такого типа, и контролировать взаимосполнение намеченных программ развития. Главной задачей государственных органов, занимающихся социально-экономическим развитием Дальнего Востока, должно стать расширением практического сотрудничества приграничных регионов со старой промышленной базой Северо-Востока Китая, включая вот шесть основных позиций. Первое. Дальнейшее формирование планов социально-экономического развития Российского Дальнего Востока и Сибири, и Северо-Востока Китая, и пограничных с Россией китайских регионов, и создание постоянно действующих ведомственных комиссий по двустороннему сотрудничеству. Второе. Выработка совместных планов действий по развитию энергетического сотрудничества. Третье. Всемирное содействие в реализации подписанных российской и китайской страной 26 января 2008 года 156 проектов по реализации российских новых и высоких технологий, как на территории России, так и Китая. Проблема денег, нет инвестиций на реализацию этих проектов. Четвертое. Развитие инвестиционного сотрудничества по ряду приоритетных направлений, таких как углубленная переработка древесины на российской территории, эткинное подключение китайских компаний к средствам инфраструктурных проектов, а также объектов социальной инфраструктуры на территории Российской Федерации. Пятое. Наварки инвестиционное сотрудничество по реализации крупных программ в сфере строительства, капитального строительства и сельского хозяйства SkyNR. И шестое. Развитие установления прямых связей и контактов между деловыми кругами России и Китая и с другой стороны, путем организации специализированной информационной структуры по обмену текущей социально-экономической и коммерческой информации на уровне центров и мест. В настоящее время перед нами три пути, как три дороги. Первая дорога. Это Россия отказывается от развития сотрудничества с Китаем и закрывает границу для мигрантов и товаров с обеих сторон, так называемый железный занавес. То есть чертизон по всей стране и, соответственно, пограничники и таможни отдят и ничего не пропускают. Вот в этом случае часть Дальнего Востока и частично Сибири окажутся в тяжелом положении. Ну, Магадан, Камчатка, Сахалин, Республика Якутия, Саха как-то переживут. Доля торгово-экономических связи с Китаем там относительно невелика. А вот возьмем, например, Читин, Забайкальский край, возьмем, например, Амурскую область, там доля внешней торговли Китая в общем объеме внешней торговли превышает 95%. Они-то как будут жить? Может ли Москва обеспечить всем необходимым эти регионы? Это большой вопрос. Второй вариант – это реализация предложения развития российско-китайского сотрудничества, который был подписан Путином в Индиабау в октябре прошлого года, который даст многим российским предприятиям, прежде всего энергетическим и транспортным, а также финансовым структурам, выход на обширные ремки стран Северо-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В этой связи тут надо уже провести ряд мер на создание крупных банков на территории Российской Федерации, которые смогли бы гарантировать кредитные линии для финансирования крупных проектов из-за рубежа. Но для этого надо изменить инвестиционный климат на российской территории, внести соответствующие изменения в инвестиционное законодательство, хотя бы сделать такое, как на территории Китайской Народной Республики. А этих у нас в институте, эти законы в разных вариантах у нас в библиотеке целые, как говорится, полки стоят. Мы могли бы это все дело унифицировать применительно к российским реалиям, использовав за основу китайскую законодательную базу. Создать ряд свободных экономических зон, зон экспортной переработки, зон свободной торговли, технику экономического развития по образцу Китая, в котором инвесторы пользовались бы различными кредитными и налоговыми льготами, как на сопредельной китайской стороне, куда идут, кстати, инвестиции за прошлый год в условиях кризиса на территорию Китая, прямых иностранных инвестиций было более 90 миллиардов американских долларов. Третий вариант развития событий, тоже есть и третья дорога, связан с продолжением нынешних тенденций, когда делаются широковещенные заявления о том, что Россия является рыночной экономикой, осуществляются отдельные инвестиционные проекты, суть которых состоит в уходе от налогообложения, вводе капиталов за рубеж, преимущественно в европейские страны. В этом случае Китай будет действовать втихую, скупаясь заводы на металлолом и вывозя его в Китай, заниматься хищнической вырубкой леса, вывозя его к себе в страну, вот, рыбные ловли, незаконные рыбные ловли, незаконным сбором лекарственных растений, а также вести большой объем челночной торговли с помощью незанятой части российского населения, вот этого самого безработного населения, которое составляет сейчас по 8,5 процентов или 10, сколько там, я точно не помню, вот, при этом нельзя забывать о разности демографического потенциала, все-таки это очень важный фактор, 10 миллионов на Дальнем Востоке и Сибири, 130 миллионов в Северо-Восточной Китае, вот, на наш взгляд, оптимально для России является второй вариант, при котором российский двуглавый орел начнет смотреть на восток, но нельзя забывать о тех, кто активно сегодня связывает свое будущее с Западом и будет делать все, чтобы были реализованы либо первые, либо третьи варианты, которые в конечном счете могут привести вот к распаду.